На встрече обсуждали перспективы сотрудничества в разных отраслях. Это строительство, фармацевтическая промышленность, производство медицинского оборудования, курорты и туризм и, конечно, сельское хозяйство. Поэтому ставку в первую очередь делают на развитие этой отрасли. Привлекаем сегодня инвестиции инвесторов в современные технологии, в современные производства, в современные способы переработки сельхозпродукции, потому что мы аграрный регион. Земля на Кубани стала очень дорогой, потому что сегодня она является на самом деле основным средством производства и очень выгодным и очень рентабельным. Господин Джон Линферд сидит очень серьезным лицом и в нашем крае можно делать бизнес и не только с серьезным лицом. Поэтому я надеюсь, что на практике вы это почувствуете и ощутите. И все мы пойдем к тому, о чем сейчас говорили, только уже в конкретном выражении и в конкретных результатах. Глава региона также отметил, что Краснодарский край был и остается одной из самых привлекательных территорий для ведения бизнеса в России. Сегодня на Кубани работает более 800 иностранных компаний, из них более 30 с британским капиталом. В свою очередь представители иностранной делегации подчеркнули, что в рамках визита у них запланировано посещение крупных предприятий региона. Для нас очень важно в ходе визита в Краснодар собрать информацию, которую мы могли потом бы передать тем компаниям, которые не участвовали в этом визите. Поэтому я надеюсь, уже по итогам нашего визита у всех наших участников будет более четкое представление, понимание, как вести бизнес в России. Обсуждая серьезные вопросы, участники встречи не могли обойти тему футбола и предстоящего чемпионата мира. Вениамин Кондратьев рассказал, что край делает все возможное, чтобы это футбольное событие в нашем регионе прошло на высшем уровне. В следующем году пройдет чемпионат мира по футболу. Наши обе страны очень любят футбол. И я надеюсь, что болельщики из Великобритании и России получат незладимое впечатление и удовольствие от игр, которые пройдут и в том числе в нашем Олимпийском Сочи. Делегация из Великобритании на Кубанской земле проводит два дня. Кроме Краснодара, гости побывают и в Сочи. Инга Габеша, телекомпания ФКТ. Продолжение следует...